Дрожжевое слоёное тесто Дрожжевое слоёное тесто Отправляем сюда сразу Не будем делать ни опару Все наши сыпучие ингредиенты Отправляем Сейчас немножечко разобьём Совсем слегка всё это перемешали И начинаем сюда вводить муку Тесто сильно забивать не нужно мукой Оно должно быть всё-таки более-менее нежным Потому что дрожжи будут лучше и приятнее Когда это... Ох ты, а я совсем забыла Нам ещё понадобится Я не выложила У меня будет... Я буду прослаивать... Я сама сделала смалец Потому что я буду для солёного делать Если вы хотите это сделать для кондитерского какого-то Да, что-то... Ну, допустим, сладкие пирожочки какие-то слоёные Тогда лучше взять сливочное масло У меня это будут солёные пирожочки Я возьму смалец Смалец я делала сама Если вы хотите, я могу вам показать, как его делать Он у меня ничем не пахнет Абсолютно очень хороший Просто вот жирок и всё Ну, я не знаю, сколько пойдёт Просто нам нужно будет прослаивать Но я его забыла выложить Вот такая вот я сегодня рассеянная Так, вот как вы видите Мои 600 грамм сюда вошли И даже не задержались Полностью вошли Как я и предполагала, что у меня пойдёт сюда Примерно килограмм муки Муку я просеяла Ну, надеюсь, теперь мы замесим уже тесто Так, ну, тесто у меня ещё очень липкое Я сейчас перейду на стол И сейчас минут, не знаю, 5-10 Повымешиваю его Чтобы просто сформовать и растянуть его Чтобы произошли в нём все процессы Которые должны произойти Так, тесто мы промешали какое-то время Сейчас нужно его отправить примерно на 40 минут На расстойку Просто в ту же чашку, в которой делали первоначальный замес Накроем плёночкой пищевой И подождём какое-то полчасика Так, наше тесто очень хорошо подошло Сейчас я его попробую Сейчас я его немножко обомну Чтобы мне удобнее было с нём работать Так, и разделю примерно на кусочки Чтобы было удобнее раскатывать Раскатывать я буду делать Ну, не сильно большие Потому что раскатать нужно будет достаточно тонко Сейчас я каждый шарик этот Сделаю с каждого кусочка шарик Тесто пищит, хорошее Вот такие вот шарики Я их сложу в чашку В которой поднималось тесто В которое я замешивала И накрою крышкой Чтобы постепенно Чтобы они не заветривались Сейчас я слегка ещё подпылю Стол мукой И будем раскатывать Так, ну всё Мы раскатали наш пласт Очень тоненько раскатали Смотрите Теперь берём Смолец Либо масло Масло сливочное И тоненьким слоем Размазываем Сейчас я немножко ложкой Здесь я помогу Берём руку И вот прям вот так Смолец Либо сливочное масло Лучше подержать В тепле Чтобы он Был подтаявший Всё Края полностью Всё промазываем Так И теперь Скатываем всё это в рулет Всё Наш рулет Мы скатали И теперь смотрим Если мы будем делать пирог Какой-то Ну, большое что-то Значит мы просто его скрутим Вот так вот В литочку И всё Если у нас будут Если это будут пирожки Тогда примерно Порежем Вот На какие-то части Чтобы это потом было удобней Берём Либо разнос Либо разделочную доску И выкладываем их Вот таким образом Сейчас я буду Скатывать Раскатывать Всё своё тесто И вот таким образом Я их буду выкладывать Это тесто Я отправляю В морозилку Ну Если вы будете Готовить это сразу То Ну, хотя бы На полчаса Минут на 40 Чтобы тесто Хорошо схватилось Вот столько Заготовок Слоёного теста У меня получилось Ну Я думаю Что всем понятно Ну На всякий случай Я объясню Берёте Вот она Подмёрзла Её ложите на стол Вот такой бочечкой Сейчас я отодвину Вот такую бочечку Если у вас Просто улитка Свернута Для большого пирога То просто Раскатывайте Эту улитку В пласт Нужного диаметра И всё Если у вас Для пирожков Вот так её Сплюскиваете Рукой Равномерно Вот такую И слои Получается Вот они Не знаю Видите Её потом Подкатываете Ну допустим Вот так Раз Раскатали И вот смотрите Вот Вот она Все слои Вот различимы Все они Отдельно идут Получается Бесподобное Слоёное тесто Очень вкусное Я его пробовала Я жарилась В духовке С него пирожки Ну просто Сказочно Получается Надеюсь Что мой рецепт Слоёного теста Вам понравился Обязательно Его попробуйте Всем приятного аппетита Всем хорошего настроения И пока Пока